Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Данная площадка устанавливается в рамках программы «Губернатор. Формирование современной комфортной городской среды». Наташинский парк продолжают благоустраивать. Все 100% сохранных взносов вычисляется в фонд. И уже фонд самостоятельно производит вычисление, ящик, подает плату дорогих месток. Новая система выплат социальных пособий начнет действовать в Подмосковье со следующего года. Перспектива, прежде всего, это создание конкурентоспособных сортов и гепридового овощных культур. О новых возможностях российской селекции расскажем в ближайшее время. В Совете депутатов собираются реально такие продвинутые люди, думающие, желающие, достаточно неравнодушные. В городском округе состоялись выборы. Два новоизбранных депутата получили свое удостоверение. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомства доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. 1850 обращений от граждан, 39 возбужденных уголовных дел, 34 раскрытых преступлений. Такой выдалась неделя сотрудников межмуниципального управления ВД России Люберецкая. Также было 182 ДТП с двумя пострадавшими. Резонансных преступлений не произошло. Личный состав работает по распорядку. За неделю люберецкие огнеборцы выезжали по сигналу тревоги 41 раз. Участвовали в ликвидации шести пожаров. Два происшествия зафиксированы на территории Люберец. Один пожар произошел в жилой квартире в результате пожара пострадавших нет. И один пожар, второй пожар произошел на автомобильном транспорте, в легковом автомобиле, также в результате пожара пострадавших нет. А в управление ЖКХ сигналы тревоги не поступали. Система жилищно-коммунального комплекса работала бесперебойно. Согласно графику, в округе продолжается ремонт подъезда в МКД. На 119 объектах работа уже завершена. Всего в этом году в губернаторскую программу вошел 141 подъезд. В городском округе Люберце реализован план по адаптации подъездов на квартирных домах для инвалидов и маломобильных групп граждан. Всего запланировано проведение работ в 46 подъездах, в которых проживают 54 инвалида. На данный момент работы выполнены в 38 подъездах. 17 сентября на Люберце обрушился ливень с порывистым ветром. Разгул стихии прибавил работы сотрудникам управления благоустройства. На территории городского округа было повалено около 100 деревьев. Сегодня все последствия урагана ликвидированы. Несмотря на внештатную ситуацию, остальные плановые работы проходили по графику. На постоянной основе ведутся работы по окрашиванию и ремонту малых архитектурных форм. В ежедневном режиме проводится работа по дезинфекционной обработке детских игровых и спортивных площадок в стопроцентном объеме. Продолжается работа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Срок завершения всех работ 30 сентября текущего года. На оперативном совещании обсудили также работу дорожных служб системы ЕДД-112, Люберецких парков и Мособл ЕРЦ. Кроме того, участники встречи узнали о спортивных достижениях округа. Уиза Игазарян, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается обновление Наташинского парка. После запуска нового колеса обозрения на очереди строительство современной детской площадки. Работы стартовали на площади в 1350 квадратных метров. Детская игровая зона будет состоять из 25 элементов. Несколько видов качелей, различные спортивные снаряды, батут, канатная дорога и даже ручной экскаватор. Также территория получит комфортные лавочки и новое освещение. Все работы подрядчик обещал завершить 5 октября. Данная площадка устанавливается в рамках программы губернатора формирования современной комфортной городской среды. На данной детской площадке используется в основном дерево. Это эко-материал. Она предназначена для всех возрастов. В администрации городского округа прошло совместное совещание между представителями Московского областного отделения фонда соцстрахования, Любецкой областной больницы, Центра занятости населения, а также работодателями. На встрече обсудили нововведения в трудовом законодательстве, которые в ближайшее время вступят в силу. Речь зашла о переходе всех субъектов Российской Федерации на новую систему выплат страховых пособий. В столичном регионе она начнет действовать с 1 января 2021 года. С 11 года у нас в стране существовал так называемый пилотный проект по переходу организации на новую систему выплатных пособий. Проект обладался, признанным совершенно удачным, так сказать, и заканчивается пилотный проект 31 декабря 2020 года. С 1 января это уже не декабряный проект, это уже законодательно принято, так сказать, инициатива. Все 100% страховых взносов перечисляется в фонд, и уже фонд самостоятельно производит начисление и расчет для оплаты больничных листов и оплачет их вашим сотрудникам. Переход на новую систему не прибавит дополнительных обязанностей самим сотрудникам. Основные взаимоотношения происходят между фондом страхования и работодателем. Перечисление выплат возможно только на карту платежной системы МИР на расчетный счет или почтовым переводом. Сотрудники Люберецкой областной больницы, в свою очередь, призвали работодателей организовать массовую вакцинацию от гриппа среди своих сотрудников. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прошло заседание с представителями садоводческих некоммерческих товарищей. На встрече обсудили вопросы развития СНТ, а также изменения в законодательстве. Владельцы земельных участков получат квитанции по уплате земельного налога с новой оценкой кадастровой стоимости. Участников собрания предупредили, что в платежках могут быть неточные цифры. По всем вопросам им рекомендовали обращаться в налоговую инспекцию или в Министерство имущественных отношений. Кроме того, некоторые изменения в федеральном законодательстве добавили представителям СНТ дополнительные полномочия. У кого сейчас есть какие-то нерешенные вопросы, или сейчас до конца года можно реализовать... В 2020 году все собрания можно проводить в заочной форме, начиная с 1 января, обратной датой приняли закон, до конца этого года. Независимо от того, указаны эти положения в уставе или не указаны. Заочное голосование дает возможность опросить практически всех, набрать нужный форум и, самое главное, правильно посчитать результаты голосования. Семинар, посвященный повышению экологической грамотности населения, прошел в городском округе Люберцы. Главной темой собрания стало обращение с отходами. Участники форума обсудили вопросы, связанные с раздельным сбором мусора, а также прошли тест на знания в этой области. С тех пор, как в Подмосковье стартовала мусорная реформа, представители общественного контроля в сфере обращения с ТКО ведут мониторинг во всех городских округах и встречаются с жителями для разъяснительных бесед. По словам экспертов, за почти два года в регионе наблюдается положительная динамика. Мы видим большое количество отзывов о том, что система начала работать. Мы как общественный контроль проверяем контейнерные площадки на наличие в синих контейнерах именно морфологический состав отходов. Я лично сама проехала более 5000 контейнеров площадок по Московской области. Ни в одном синем контейнере не было бытового мусора. Это очень радует. На этот раз очередь дошла и до Люберец. Городской округ стал 26-м муниципалитетом, где прошел подобный семинар. На встрече не только подвели предварительные итоги масштабной реформы, но и обсудили ряд проблемных вопросов. Например, несанкционированные сбросы отходов. Проблема сброса мусора, твердых коммунальных отходов, строительных отходов на территории Московской области имеет место быть. Мы проводим засады и такие факты стараемся пресечь. Наказываем, привлекаем к ответственности. Несанкционированный сброс отходов может обойтись до 200 тысяч рублей. Это в случае, если закон нарушит юридическое лицо. Штраф для физических лиц за выброс мусора в неположенных местах составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и сотрудники агрохолдинга «Поиск» провели совместное совещание. Участники встречи обсудили реализацию проекта импортозамещения иностранных сортов и гибридов овощных культур на основе государственно-частного партнерства. Подробнее далее в сюжете. На сегодняшний день на территории России работает 75 иностранных селекционных компаний. Их профессиональные разработки позволяют отечественным овощеводам получать качественный урожай. Перед российскими специалистами стоит задача. К 2030 году 25% от общей площади посева в овощных культур должна занимать отечественная селекция. Реализацию масштабного проекта обсудили за круглым столом. Это уникальный проект, который разрабатывался в течение нескольких лет. Уникальность его заключается в том, что в нем задействованы непосредственные производители овощной продукции. Республика Морел, ЗАО Куликово и фермер органического земледелия Водонюк Сергей Александрович. И задействованы 8 научно-исследовательских организаций. Агрохолдинг «Поиск» – главный инициатор и организатор этого проекта. Выполняет функции индустриального партнера. Сегодня он занимает ведущее место среди частных компаний как по селекции овощных культур, так и по их внедрению в отечественное овощеводство. Всего агрофирмой создано 815 сортов и гибридов. В этом году засеяно более 85 тысяч гектаров. Это более 50% площадей, занятых российскими селекционными разработками, или 10% от общей площади овощных культур. Перспектива, прежде всего, это создание конкурентоспособных сортов и гибридов овощных культур, которые бы могли завладеть долей присутствия на отечественном рынке и вытеснить иностранные гибриды и сорта. И таким образом мы бы с вами решили проблему импорта в замещении. В последние годы агрохолдинг «Поиск» тесно сотрудничает с Центром овощеводства. Главная цель, чтобы совместно созданной продукцией пользовались отечественные производители, достигнута. Мы стали пользоваться семенами отечественной селекции, семенами овощей. Сотрудничество с фирмой «Поиск» у нас уже идет седьмой год. Естественно, хотелось бы, чтобы отечественные сорта и гибриды максимально присутствовали на полках торговых сетей. Результаты своей работы представители сельскохозяйственной организации показали наглядно. Участники совещания выехали на поля агрофирмы «Куликово». Там они посетили испытательный участок и осмотрели сорта и гибриды овощей, созданные агрохолдингом «Поиск». У меня в руках гибрид капусты белокочанной «Поиск-2018». Это гибрид среднепозднего срока созревания, очень увесистый, урожайный. Урожайность составляет с гектара приблизительно около 120-130 тонн. Может храниться до января месяца. На то, чтобы осуществить масштабные планы по импортозамещению сортов и гибридов овощных культур у российских специалистов есть 10 лет. Участники проекта установили этапы его реализации, а также распределили обязанности каждого, кто задействован над этой большой работой. Луиза Игазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе продолжается реализация подмосковного проекта «Безопасность дорожного движения». В его рамках стартовала специальная акция «Засветись». О компании рассказали сотрудники Люберецкой госавтоинспекции. С наступлением осени водители все чаще оказываются на дорогах в условиях недостаточной видимости. Темное время суток или сумерки часто сопровождаются дождем, слякотью или туманом. В таких условиях находящийся за рулем воспринимает только 5% информации о той, которую мог бы получить днем при хорошей погоде. Наезд на пешеходы является одним из наиболее травмоопасных видов дорожных аварий. Почти 70% наезды совершаются в темное время суток или в условиях недостаточно хорошей видимости. Из 844 человек, ставшими участниками ДТП в качестве пешеходов, только 22 использовали световозвращающие элементы. Это менее 3%. Продвигать инструменты защиты и соблюдение правил дорожного движения среди пешеходов в Подмосковье будут с помощью специального раунда «Засоветись». Компания продлится до 29 ноября. Под особым контролем – безопасность юных пешеходов. 21 сентября по 25 сентября проходит неделя безопасности дорожного движения. Направлена она будет на повторение именно правил дорожного движения в образовательных организациях с учащимися. С детьми организована работа по профилактике травматизма на дорогах. Проводятся инспекторами уроки по безопасности дорожного движения, выступления отрядов ЮИД. В рамках недели безопасности совместно с педагогами школ была налажена работа специальных патрулей. В часы пик движение детей на наиболее оживленных пешеходных переходах дополнительно контролировалось родителями из инициативных групп. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Ружицкий поздравил вновь избранных депутатов Совета депутатов и вручил им мандаты. Удостоверение получили Владимир Маланин и Рубен Савялов. В Совете депутатов собираются реально такие продвинутые люди, думающие, желающие, достаточно неравнодушные. До выборов в Совет депутатов состоялись 13 сентября, в единый день голосования. Среди 11 претендентов на два депутатских кресла максимальное количество голосов набрали представители партии «Единая Россия». На Дома проблемы жителей ясны. Это и социальная направленность в решении вопросов благоустройства. Депутаты сейчас вольются в эту работу и будут, так сказать, исполнять наказы и больше общаться с нашими уважаемыми люберчанами и решать поставленные задачи. В округе подошла к концу 14-я медиа-неделя. Насыщенная программа форума завершилась поездкой делегаций люберецких журналистов в Раменское. На вручение юбилейной премии имени Виктора Мельникова побывала и наша съемочная группа. Мы с вами настоящие. Наша работа неформальная. Она активная, она не номинальная. В десятый раз на Раменской земле в память о коллеге Союз журналистов Подмосковья вручает общественную премию. Наградами отмечают и поддерживают тех, кто сохраняет ценности отечественной журналистики. Внимание и уважение к простому человеку, стремление к справедливости и объективности. Молодым журналистам точно так же нужна правда, точно так же нужна справедливость, точно так же важна любовь и преданность этой профессии. И я хочу своим примером, как молодой журналист, доказывать, что и мы тоже можем, и мы тоже можем добиваться правды, и тоже можем становиться лауреатами премии, и тоже можем делать что-то полезное для жизни России и нашего общества. Дарья Титаренко победила в номинации «Журналистика». Помимо этой категории премию вручили за успешный стартап, развитие СМИ и общественную деятельность. Также в этом году первый раз наградили легенд подмосковной журналистики. Наши предшественники делали такую же работу, ничуть не хуже, чем мы, а во многом лучше. И мы должны быть благодарными им, должны учиться у них же, для того, чтобы новые технологии позволяли нам еще эффективнее обеспечивать граждан информацией, но и в то же время помнить о традициях. В этом году лауреатами и дипломантами премии Мельникова стали 15 журналистов из шести подмосковных городов. Помимо признания коллег, победители получили денежные призы. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Люди действий и решительных поступков, лидеры межрегионального общественного движения за развитие институтов гражданского общества и самоуправления «Возрождение» анонсировали предстоящий форум. На пресс-конференции побывал Александр Колганов. Я хотел бы пожелать, чтобы единомышленников в спорте было как можно больше. И, конечно, в форуме делаем на молодежь. Объединить, вдохновить и мотивировать. Цель форума «Возрождение» – поддержать лидеров общественных интересов, руководителей спортивных клубов и секций. Есть и другие задачи предстоящей встречи. Это объединение, чтобы ребята больше общались, больше дружились, становились сильнее, мощнее. Как без стран, такие боевые виды спорта, как «Овки», «Бокс», «Рокоплашный бой», «Смешаный принаборство», они заставляют все-таки быть доверие. Проект форума реализуется на средства президентских грантов. Это вторая общероссийская встреча, которую проведет «Движение Возрождения». Из двух частей будет состоять программа форума. Первая мы соберемся, проведем обучающие секции по социальному проектированию, фандрайзингу. Также мы осуществим вручение удостоверений участников нашего межрегионального общественного движения «Возрождение». Еще мы вручим доверенности региональным нашим представителям. Общероссийский форум «Возрождение» пройдет в Москве в ноябре и соберет 150 лидеров общественных интересов, руководителей клубов, секций и общественных объединений. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Пасмурное небо и моросящий дождь рекордом не помеха. На стадионе «Торпеда» прошел осенний фестиваль ГТО. Праздник спорта посетил наш корреспондент. Андрей Николаевич, как забег? Отлично. Идем второй. Призвать заниматься спортом и вести здоровый образ жизни сотрудники администрации округа решили собственным примером. Нормативы ГТО они сдают вместе со школьниками и всеми желающими. Мы в Люберцах, это территория спорта, и мы, по сути, постоянно проводим нормативы сдачи ГТО. Приглашаем всех школьников, ну и всех, кто желает подтвердить свою спортивную готовность. Я думаю, все посильно, надо просто постоянно заниматься физической культурой и спортом. И я думаю, даже такие нормативы будут щелкать, как орехи. Бег, прыжки, отжимания, подтягивания и упражнения на пресс. За один день свою выносливость и физическую подготовку протестировали 250 человек. Прийти на стадион в дождливый осенний день школьников заставило не только жажда спортивных достижений. Стою показать хорошие результаты в будущем, если получится золотой значок, при поступлении поможет. Просто каждый год сдаем ГТО, и также в этом году погода не проблема для спорта. Сдавала отжимания, растяжку это наклон, потом пресс и прыжок в длину, но все на золото. В рамках осеннего фестиваля ГТО до начала ноября сдача нормативов будет проходить каждую субботу на разных спортивных площадках округа. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова